Cadillac Escalade пережил смену поколений. До этого большое обновление затронуло внедорожники Chevrolet Tahoe, Suburban и GMC Yukon, от которых новый Escalade получил кузов, шасси и моторы. Моторы — это в первую очередь рядный шестицилиндровый дизель Duramax, хотя раньше двигатели на тяжелом топливе на Escalade никогда не ставились. Но главную роль традиционно сыграет большая бензиновая восьмерка. У всех версий разработанный совместно с Ford 10-ступенчатый автомат, а привод — задний или полный. Как и младшие родственники, Cadillac перешел на независимую подвеску сзади. Кроме того, в список опций наконец вошли пневмоэлементы. А еще новый внедорожник стал крупнее предшественника, поэтому салон теперь заметно просторнее. Главная доминанта интерьера — огромный экран общей диагональю 38 дюймов. Гнутая панель на органических светодиодах на серийном автомобиле применяется впервые. Сама панель составлена из трех дисплеев, разрешение которых вдвое превышает стандарт 4К. А еще новый Cadillac стал первым автомобилем, где появилась аудиосистема марки AKG. До этого австрийская фирма занималась студийной и домашней аппаратурой. В список базового оборудования вошли трехзонный климат-контроль и камеры кругового обзора. А набор опций почти безграничен. Например, клиент может заказать камеру ночного видения и автопилот третьего уровня. Плюс ко всему стандартную гамму версий дополнил вариант Sport. У него сетчатая решетка радиатора и черный декор вместо традиционного хрома. Выпускать пятое поколение Escalade будет модернизированный завод в штате Техас. На американском рынке новинка появится во втором полугодии.